я не знаю даже что сейчас брать кофе не брать надо ночью спать вот и вся задача насчет завтра я думаю о возможности северного путешествия небольшого я не знаю что такое как бы выглядел большое северное путешествие пока затрудняет сказать потому что в общем то у меня есть направление куда я езжу езжу это марил туда как говорится это и путешествие это и благословенная дорога трассы м7 знакомая мне по новой платке я и не знаю так для разнообразия конечно для того чтобы выяснить просто разведать я посиделись ездил но так я бы ездил всегда поставить очень люблю эту старую дорогу тем более когда я начинал ездить благословенно в семнадцатом году никакой платной дорогой не пахло это все была та самая м7 старая но этот объездная владимира и объездная нижнего новгорода сдается мне что это уже был построен после 2000 года уж когда мы начинали ездить на ящик что-то мы воде ездили через владимир через нижний новгород у меня что-то вроде папа говорил что вот должна быть объездная но я не знаю как на него выезжать и в итоге как говорится так и ехали вот ну так или иначе это в общем старая дорога и и в общем оптимальная по длине то бишь вообще 800 километров это ну это максимум сколько можно поехать за сутки это реально я не знаю я честно говоря я не понимаю ребят каким образом ездят люди полторы тысячи да от махи вроде как за один присесть вот этот присловутый крым допустим каким образом я не понимаю то есть говорят что-то слышу выезжают четыре утра и приезжают типа в два часа ночи я не понимаю этого я пока мне кажется что это опять такое чисто человеческое бахвальство тут абсолютно такое ненормальное потому что но слабо в это верится правда вернее совсем не верится но когда я в новгород ехал великий новгород там не сказать что вроде как бы и далеко до 600 километров ехал 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 и устал как собака приезжая в чужой город и дома скандал в общем ну не особо были впечатления в целом я какие у меня были путешествия хорошие вот это вот в ближние ближние я хорошо ездил вот переславлю залезки почитать на холме посидеть свою шигли джексон призрак дома дома на холме это уже какое-то далекое прошло ушло между тем я именно когда поездил еще свою командировку тяжелую марио на 1 мая именно ее я читал изумительная замечательная книга это она пополнил мою маленькую коллекцию женщин писательниц цирли джексон мэри шелли маркиза во файет но агата кристи естественно кто-то еще был владимир не знаю у тебя всех перечислить что-то холодает как нехорошо ладно сейчас выпьем кофе ну да я повторяюсь повторяюсь а что теперь делать я как говорится это такой жанр здесь блогерстве не нужно снимать как говорится 8 с половиной филини хотя филиния честно не понимаю этого режиссера совершенно ну грубо говоря шоссе в никуда дэвида линча тут снимать не нужно есть как говорится именно вот такой репортаж но какой репортаж я все постараюсь сказать про себя всю возможную правду следующем видео